Не верится в то, что у нас в городе могут снести дома. Да, получилось так, что застройщик построил вообще нарушение всех прав. Там все понятно, но здесь, там же живут такие же простые люди, такие же граждане города-герои, такие же, как и мы. И мы поэтому не можем остаться равнодушными, приезжать и поддержать. Я работаю в школе, и мы с родителями вставляем окна, находим каких-то спонсоров. Вот мне кажется, что администрации нужно все усилия приложить к тому, чтобы ремонтировать школы, детские сады, вот туда направить свою энергию, а не на то, чтобы разрушать построенное, прекрасное жилье. Я купил не у застройщиков, я купил уже у людей, которые там жили. И вот тот адвокат, который с нами был, он, проверив все документы, сказал, никаких проблем, покупайте, живите, все хорошо. И тут вот в прошлом году, уже в августе 2014 года, мы узнаем, что наш дом незаконный. Мы, ну все соседи в шоке, и не знаем, что делать даже уже. Обращаясь во все инстанции администрации города Волгограда, нас никто не хочет ни принять, ни понять, ни помочь. И мы уже, да, бездействие полное, и мы уже от безысходности вот здесь стоим. С учетом того, что я так понимаю, что нам приходят, мы платим за газ, за воду, за землю, налоги все приходят. Если мы платим, если к нам с налоговой приходят квитанции, значит налоговая, она нас признает, что мы законное жилье. А администрация говорит, нет. Мы бесправны, мы в шоке, мы говорим, что у нас государство, как оно может с нами так поступить. Вы, у меня внуки, у меня дети, и они должны быть на улице. Как, если вот решение суда говорит о том, что снести дом. Где нам жить? У нас единственное жилье. Куда уйти? Если я разменяла седьмой десяток лет, купила за собственные заработанные деньги квартиру, вложила все туда, и в результате я должна его снести за собственные деньги, этот дом, и остаться на улице. У нас похожая проблема. У нас также есть решение областного суда о сносе. Хотя первая инстанция, Держинский районный суд, мы выиграли. Областной суд принял решение о сносе. У нас проблема такова, что у нас выселяют сейчас жильцов с нашего дома. Но жильцы не были привлечены к судебному процессу. То есть вот такая коллизия. То есть наши жильцы, мы не можем отстаивать свои конституционные права. То есть нас сейчас выселяют из нашего жилья, но мы не были привлечены к судебному процессу. То есть у нас свидетельство о право собственности, у нас с 2013 года суд был после этого, когда у нас были свидетельства о право собственности. И у нас, получается, были люди прописаны в нашем доме, являлись собственниками, но они не привлекались. И сейчас уже есть решение о выселении. Также первая инстанция, Дзержинский суд, мы выиграли. Администрация отказали иск. Областной суд отменил решение и выселил жильцов. То есть у нас ситуация нонсенс. Я не знаю, как это назвать. Это что касается судебных дел. Также мы обращались к губернатору, обращались о внесении нас в дорожную карту. Мы по всем параметрам, подходит у нас есть такая, вы, может быть, знаете уже, да, о этой дорожной карте. Но нам отказали, так как ответчик заключить мировое соглашение, они не могут, администрация с нами, потому что не были привлечены также жильцы к судебному процессу. То есть просто нонсенс невероятный. Я один из застройщиков этого, можно сказать, микрорайона. На мне, конечно, есть вина. Ну и я также был введен в заблуждение администрации, когда получал письма из архитектуры, что в этом месте по градплану предназначено под многоэтажное строительство данный участок земли. Получал письмо, что здесь разрешено строить те дома, которые... Я ни от кого никогда не скрывался. Я всем говорил, что строим многоквартирные дома. Заявки на получение энергоснабжающих от энергоснабжающих организаций подавались на многоквартирные дома. Получили кадастровые паспорты. Кадастровые паспорта на землю зарегистрированы под многоквартирные дома. Но вот так сложились обстоятельства, что администрация нас признала незаконными. Я остаюсь с людьми. И если приедут бульдозеры, я лягу под них. Я уверен в вашей поддержке, уверен в том, что мы не остановимся на этом и будем продолжать подобные мероприятия до тех пор, пока не получим ответ от власти только в нашу пользу. Итак, резолюция митинга. Первое. 19 сентября 2015 года продолжить акцию и общественное движение в пользу решения нашего вопроса. Второе. Вынести вопрос о внесении в дорожную карту до конца октября этого года. Третье. Считать собранные на митинге подписи подписями для инициации публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа город-герой Волгоград в части изменения целевого назначения земельных участков, расположенных по адресам улицы Малиновского, Бабича, с зоны индивидуальной жилой застройки на зону застройки многоквартирными жилыми домами. Вот это три пункта резолюции, которые мы приняли на сегодняшнем мероприятии. Вы поддерживаете их? Да. Все замечательно. Спасибо.